Добрый день, я представитель филиала концерна Росэнерграта, Гонова Елена. Спасибо, Алина Михайловна, за интересную встречу, спасибо всем спикерам. Ваши доклады были очень интересными, действительно технические вещи были изложены настолько доступным языком, что в принципе нет никаких сомнений, что общественностью вот такие доклады будет лучше восприниматься. У меня есть предложение в развитии деятельности российского отделения женщин атомной отрасли. Я все, наверное, зачитывать не буду, передам Алене Михайловне, но отдельно хотелось бы остановиться на некоторых, которые, возможно, сейчас мы сможем обсудить вот с вами таким тесным кругом. Это пункт, один из задач, который стоит перед российским отделением, профессиональное развитие женщин атомной отрасли. Мы говорим о том, что эта задача стоит, но не говорим о том, как мы можем ее решить, какие процедуры и механизмы решения этой задачи могут, каким образом российское отделение может помогать молодым специалистам, школьникам, специалистам непосредственно на предприятиях атомной отрасли, в профессиональном росте, ротации, построении карьеры на своих хотя бы предприятиях. Хотелось бы выслушать, может, будут какие-то предложения, и хотелось бы понимать, как мы можем это делать. То есть здесь возможно и взаимодействие с Кор-Академией РУСА, там взаимодействие по программам менторства, то есть тоже это будет очень уникальная программа, по которой женщины молодые профессионалы, за ними мог бы закрепляться ментор, топ-менеджер женщина, которая бы курировала, направляла, ставила какие-то цели, и при достижении сотрудницы могли бы достигать каких-то показателей. Я тоже работаю в мужском коллективе, у меня есть определенные сложности в этом. Также поддержка молодых специалистов, женщин, не работающих в атомной отрасли, школьники, студенты, то есть привлечение их в атомную отрасль, поддержка научной деятельности, ну и, конечно же, развитие лидерских качеств. И еще один момент, который хотелось бы остановиться более подробно, РУСА, там одна из стратегических целей которого повышение доли на международных рынках, здесь как раз-таки роль женщин в атомной отрасли могла бы быть ловенствующей, доносить сложную информацию общественности, то есть, возможно, посредством формирования полуэкспертов женщин по направлениям деятельности, которые смогли бы выступать на общественных слушаниях, круглых столах, форумах, конференциях, вести такой открытый диалог с разными стейкхолдерами, и, в том числе, я думаю, что это только положительно скажется на продвижении технологии РУСАТОМа на зарубежной арене. Ну, также можно использовать площадки и центров информационно-атомной энергии, которые практически в каждом городе присутствия есть. Еще хотелось бы сказать, что также необходима помощь нашим ветеранам. Я надеюсь, что женщины атомной отрасли смогут участвовать в совместных проектах и уже какие-то планы наметят на 2018 год по привлечению ветеранов атомной отрасли в свою деятельность и наоборот, то есть, участие в совместных проектах. Спасибо большое. Я надеюсь, что... Спасибо. 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 Спасибо.